Итак, друзья мои, привезли мы двигатель, вот этот вот 1G Сегодня пришлось вернуться за балкой, вот за этой Потому что даже крюка нет нигде, чтобы его снять, да, так он у нас в прицепе и переночевал Ну, балочку поставили, зацепили, сняли и как оказалось, что балку-то и не надо выбрасывать Она у нас чётко подходит, такие вот сделали крепления, ну не суть ваше Всё просто и надёжно, ну и под коробку, под коробку вот такие вот крепления замутил я сегодня Так, главная передача и что же здесь между Вот сейчас давайте будем думать Давай те, да? Ну ладно Поскольку у нас трансмиссия заднеприводная, коробка автомат, заметьте А главная передача ГАЗ-71, вот эта вот шикарная передача Запылилась у меня, правда, всё уже Выдаёт всего лишь 1,9 передаточное число То есть у меня тут грубо не хватает редукции А бортовых передач, заметьте, их нет Хорошо бы сюда поставить бортовые передачи, да? Ну скажем, с Т-40 Я уже занимался этими делами и они, в общем-то, нормальную такую работоспособность проявили Не помню там какое передаточное число, но нам бы его хватило наверняка Что же сделать здесь? Значит, перечеркал кучу бумаги Пересмотрел кучу видео Ну, тех людей, за которыми я наблюдаю У которых есть чему поучиться Прямо скажем, выборочно Значит, можно сюда поставить раздаточную коробку ГАЗ-66 Передаточное соотношение там где-то, ну, почти что двоечка, да? Вот она у нас Коробочка такая разбитая Я её использую как образец, чтобы крепление по ней подобрать и тому подобное Никак не могу её отремонтировать Да и не буду, честно говоря, потому что уже пытался Она, грубо говоря, убитая насквозь Поэтому является у меня тут как шаблоном Можно поставить её, и нам бы хватило передаточного числа И всё было бы хорошо И даже мы получаем дополнительный вал Вот этот вот, да? Мало ли на какие там нужды он понадобится Вес её, ну, приемлемый для нашей машинки Приемлемый вес Ну, в этом случае мы получаем, что Машинка-то у нас будет иметь Ограниченный Диапазон скорости Так скажем Работали мы с коробкой другой То же самое То же самое Вот эта вот коробочка Пытаюсь её реанимировать В виде у меня это получится Потому что брать новую нет смысла А тут всего лишь Подшипники Ну и пара шестерён Надо заменить Как бы ничего страшного Здесь нет Коробка рабочая Ну, сальники, само собой Где-то надо ещё Посмотреть на неё Хорошенько И да Вот эта схема у меня уже отработана Нужен Второй Опорный подшипник Это мы всё сделаем Если поставить её Что будет С таким двигателем С такой Трансмиссией С такой Главной передачей Ставим Сюда Между ними Коробка передач ГАЗ-53 Кому-то она не нравится Почему Я не понимаю Может, ребята Вы не умеете её просто Как говорится Готовить Да Но у нас она ходила И будет дальше ходить Ставим сюда Коробку передач ГАЗ-53 Мы получаем Передачное соотношение Сами посмотрите Какое там В интернете Да Там такое Солидное Передачное соотношение Скажем На первой передаче Один к шести Сейчас вам точно скажу Так Один Ой, 6.55 Первая передача Вторая 3.09 Третья 1.71 Третья передача У нас будет рабочая Четвёртая Единичка Она нам не нужна Вообще Ну, не с этой Главной передачи Третья передача Будет рабочая Скажем так Самая ходовая Наверняка На первой передаче Вы можете подняться На этой машине На вертикальную стенку Если, конечно Правильно Приготовить Привода С главной передачи На звёзды Чтобы волосик Не оборвало Так что Третья Вторая Само то Диапазон скоростей Увеличивается Но Есть Масса ещё Нюансов Надо ещё уметь Как-то включать Эту коробку Здесь Надо ещё думать Надо ещё смотреть Может вы мне что-то Подскажите Ну Понимающих Я имею ввиду Включить какую-то Передачу И начать движение И при переключении Приходится Наверное Останавливаться Переключать Тругую передачу Если такова Нужна Ну Скажем У меня отец Он всю жизнь За рулём Я сам был свидетелем Что он переключает На ГАЗ-53 Он ездил На автобусе Пазики Он ездил ГАЗ-52 Ну И вот На этих вот машинках Советских Да Так вот Он переключал Эту коробку Без выжима Сцепления То есть Подгадывал момент Как-то Чувствовал его И включал Эту коробку Вот так бы Научиться И было бы Всем счастьем Но мы же Так не умеем Мы же привыкли К автоматам Поэтому здесь Схема рабочая Но надо уметь Ей пользоваться И надо грамотно Уметь ей пользоваться Чтобы нам Не навредить Вот этой коробке Ну В конце концов Буду Инструктировать Нового Владельца Вот этого Будущего Автомобиля Как и что Ну На мой взгляд Схема Действительно Убойная Альтернативы Пока я Другой Не вижу Чтобы добиться Опять же Увеличенного Диапазона Скоростей То есть У нас будет И скорость И тяга Ну и далее Да Трансмиссию Оставим в покое Двигатель Мы поставили У меня было Желание Поставить радиатор Сбоку Сюда Он здесь Входит Но Капот У нас Приподнимается Это не очень Красиво Если мы Его ставим Дальше У нас Здесь С ногам Он будет Мешаться Так что Делаю вывод Что надо Вот эту Площадку Под лебедку Нет Она остается Но вот Эти тяги Как то Надо направить В другую сторону Чтобы у нас Родной Радиатор Вошел Перед двигателем Так как Он и стоял Воздуховод Соответственно Родной же От этого Двигателя Тойота Чайзер Марк 2 И Вискомуфта Чтобы Было Все Как У Нормального Японского Автомобиля Это то Что касается Уже Мелочей Так То что касается Органов управления Видите Да Две ленточки Я вообще Не ожидал Что мне Придет Такая Передачка С двумя Лентами Вот Но я Здорово Выписывал Четыре тяги Всего Надо было Еще Две Таких Теперь У меня Есть Интересная Идея Интересная Идея Конечно Это Добавиться Мне Работенки Но Хочется Эту Идею Воплотить В жизнь Чтобы Опять же Водителю Было Очень Удобно Управлять Этой Машинкой И Еще На балке У нас Осталось Крепление Под Рулевую Рейку Вот И у нас Есть Гидроусилитель Руля Правда Нет шлангов На этот Гидроусилитель Но это Дело Наживное Если Я поставлю Сюда Рулевую Рейку На Главные Тормозные Цилиндры Адаптировать И Сделать Уже Привод На главную Передачу Гидравлический Как вы На это Смотрите Не Было бы Здорово Конечно Не Нажда Никаких Вакуумников Там Усилителей Там Подобная Рейка Она Решит Все Вопросы У нас Уже Такая Машинка Была Это Земля И Небо По сравнению С тем Что Механическим Способом Вы там Давите На Рычаги Или Поворачиваете Там Баранку И Когда Добавляется Гидрач Тогда Все Гораздо Легче Получается Ребят Ну Да Машинка Уже Как бы Растет В цене Ну Это Вопрос Двадцатый Давайте Пока О нем Не думай Наша Задача Построить Полноценный Удобный Работоспособный В конце концов Агрегат Которым Были бы Довольны Я Я В первую Очередь И Мои Покупатели Заказчики Нет Заказы Не принимаем Ребят Я делаю Машины Для себя Чтобы все Были Довольны Короче Чтобы все Были Счастливы Так Ну С приводами После главной Передачи На звезды У нас уже Схема Отработана Мы ее Оставляем Без всяких Доработок Она очень Удачная Что сюда Ставить Рычаги Или Баранку Баранку Обрежем Да Будет Красиво Это тоже Вопрос Решим Это не Принципиально Важно Сейчас Нам надо Установить Коробку Передач ГАЗ-53 Я уже Принял Решение Куда Мы ее Ставим Сразу За двигателем Не годится Почему Потому что Двигатель На подушках Коробка Передач У нас Будет Жестко Стоять Жестко Срамы Поэтому Между Коробкой Автоматом Вот этим И коробкой 53 Нам нужен Какой-нибудь Карданчик На две Крестовины Чтобы он Шевелился У нас Чтобы Все эти Вибрации Гасил Здесь У нас Не получается Хорошо Бы поставить Где-то Посередине Но С креплением Проблема Выходит Городить Сюда Новые Железяки Значит Утяжелять Весну Решил Поставить Сюда Взад Взад И Коробка У нас Будет Уже Не 53 Ну Вернее Коробки Они Все Одинаковые Если Я эту Отремонтирую То Ее Будем Ставить Если Нет То Новую Куплю Вот В эту Крышку Вставим Яблоко Ну Так Называется Запчасть Деталь Яблоко От Автобуса Пазика От Пазика Который Имеет Кулису Которую Я могу Поставить В любое Место И Переключать Уже Эту Коробку Дистанционно Это Самый Простой Такой Механический Вариант Люди Тут Говорили Да Надо Поставить Там Какие-то Серводвигатели И тому Подобное Ну Во-первых Там Станок У меня Стоит На Серводвигателях Блин Какое Это Дорогое Удовольствие Это Мама Не Горю Откажемся От Этих Вещей Хотя Можно Подключить Там Знающих Автоэлектриков Все Это Дело Можно Сделать Кнопочками Как-то Включать Можно Даже У нас Чайка Автомобиль Чайка Было Переключение Передач Кнопками Не Изучал Но Слышал Я Считаю Что Здесь На Фрикционах Это Уже Полноценный Вездеход А Все Что Касается Диф Поворота На Волговских Мостах На Жигулевских Мостах Это Все Таки Немножко Не До Вездеход Ребята Я Ими Дальше Буду Продолжать Заниматься Цена Вопроса Сами Понимаете Все Что Касается Диф Поворота Цена Конечно Гораздо Гораздо Меньше Но Схема Рабочая Она Работает И В годы Войны Наши Маленькие Танки Т-16 Что Ли Да Вот Они Были Именно На Таком Механизме Нормальном Себя Зарекомендовали И не только Наши Танки Я Французский Изучал Там Какие-то Еще Какие-то Японские Даже Были Вот И Сейчас Даже Японцы Делают На Диф Поворотах Возьмите Тот же Самый Вездеход Ахара Который Себе Зарекомендовал Положительно В нашей Стране Хотя Поставляется В нашу Страну В плачевных Таких Состояниях Но ребята Умудряются Их Чинить И Замечательно Ездят Мне самому Выслали Видео Павел Привет Курильские Острова Быть добру Молодец Он По таким Сопкам Там По гребню Буквально Ездит На На этой Ахаре Я Видео Смотрю У меня Сердце В пятки Уходит Как он Там Себя Чувствует За рычагами Молодец Ну вот Все Пожалуй На сегодня Давайте Будем Работать Завтра